Евангелие от Матфея, 27 глава, 1-2 стих. Когда же наступило утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. Вот прочитал, ты когда-то воображал, нет? Вот они как сидят, придут, пришли, там, в главенство, в каком порядке от патриарха, какой архиерей сидит-то, ну, то же самое было. И совещается, какие были советы, почему, какие доводы. Но мы можем воображением, когда ставит режиссер фильм, у него воображение работает, ну, я не говорю, там, другие, там, трое, там, блудно, убийство. Но есть такие с рассуждением, как, вот он представляет, князь такой-то, вот он и мыслит не так, и там считает, он больной, он приехал. И теперь он в этом обществе. И он теперь будет говорить, как он против католиков, он не расположен к ним, Достоевский. Это не князь Мышкин-то, это Достоевский. Достоевский, он прямо писал со своей натуры. Он больной был человек, видел. И теперь он говорит, и вот это, когда он вазу-то разбивает, махнул рукой-то, остановился. Это уже заслуга режиссера. Ну, и играет-то, и Евгений Миронов, как подбирали этого артиста, чтобы воплотился в него. Я видел разные, ну, разные там и фильмы, и все, и раньше ставили, да, даже близко нельзя. Вот это князь Мышкин. И после этого пытаться переделать, или идиота-то переиграть, это надо быть самому идиотом уже. Постегнуть на этот образ, как вот Иуда Бетбург заново ставят, Каба Гридеша, да ничего подобного там нету. И мы должны это вообразить. Твое рассуждение какое будет? А я по ролям смотрю, на кого они были похожи. Вот я все время думаю, на кого Илья был похож, порог. Как он это говорил, какие были у него жесты. Первое качество лидера. У тебя нету зачатка даже. Воображение вообще отсутствует. Ты говоришь слова, вот сейчас вот, я говорю, читай Евангелие. Сегодня вы перешли сюда. Первый день в этой комнате, до этого были в лагере. Сегодня у нас уже 6 октября. Я говорю, читай. Ты не читаешь, я сразу разговариваю. Я дал тебе бумажку, вот, служебную, всегда через бумажку. Потовые железы, самое многое на руках, там, под мышками. Вот здесь вот, иначе потное остается пятна. Ты бумажку прижал, а другой палец вот так вот держит, а пальцы там. Я такого даже не видел. Ты же христианин. Это все другое. Как Василий говорит, инобытие. Одежда, походка. Как Яна Воскомынский об этом пишет, отец мировой педагогики. Опять. Молчишь я. Володя тут уже щебарничает. Так, считай дальше. Опять ничего нету. Я четвертый раз говорю. После этого ты поднимаешь свои невинные глаза. Иеромонах. Ну что, считать можно. То есть, ерничать начинаешь. Считать можно. Да ты мгновенно можешь. Я тебе рассказываю. Прямо называю. Мог ли это в Володе так поступить. Или Михаил Кальмаев был. Которых ты знаешь-то. Об этом разговора нет. Он сказали, считай, считай. Говорю я, не говорю. Он будет читать. Потому что... Но я в это время не говорю. Ты так и не считаешь. Наконец, уже шестой раз я говорю. Считай. Ты сидишь. Ты читать будешь. Но только тогда, когда ты захочешь. А у нас утро. Я тебя внутренне, твой мир всегда спрашиваю. Что ты в это время думаешь? Как у тебя закипает? Я понимаю это. Хочу, чтобы ты выразил. Ты выразить боишься или не можешь? То есть, не можешь. Потому что не исследуешь самих себя. Верили вы. Павел пишет верующим. Исследуйте. Исследуйте тщательно. По микрону. Верили вы. Какая ваша вера-то? Как вы за столом сидите? Как одеваетесь? Как кривляетесь? Как хохочете? Через все сразу захохотал за столом. У вас нет руководителей. Никогда не было. А руководитель должен быть Дух Святой. В первую очередь. Простое утреннее чтение Евангелия. Теперь остановились. Они совещались. Как? По картинам мы видели. Вот фильм Иисус. По Евангелию от Луки. И пытаться что-то ставить. После этого. Это надо быть вообще среди врагов. Фильм поставлен. Отмена на все столетия до пришествия Христа. Наилучший фильм. Как они одеты? Так. Как они говорили? Ни о чем не думаете. Что за ним весь народ идет. Да. Но ведь это же смерть ему, если за это будет. Да, смерть. Он думает, что ты играешь, а не отгоняешь. Так что делать? Так а лучше, чтобы один умер, нежели весь народ погиб. Придут римляне. Римляне, то есть ведут свои когорты. Увидят, что тут смута какая-то. Нам это надо? Нет. Нам нужно, чтобы они ничего не замечали, как перед Мамаевым. Все это ездят, ублажают. Татар-монголы. Мы хорошо. Исаак платим. А сами готовят, готовят. И Мамаева побоище. Первая победа. 400 тысяч вывел. 400 тысяч. 360 тысяч погибло. Статистика говорит. 9 десятых. Да какая-то победа. А через 7 лет Тахтамыш пришел и Керния Сергея Радонеска сжег. Все тут было не понять. Как сейчас. Я уж даже не считаю. Как сейчас идет. Вот смотри, это Америка. С ней опять отношение ухудшается. Я сейчас посмотрел утром. Вот сегодня. Я раньше ложился. Вот я встал 2 часа 15 минут ночи. Все, больше не ложился. От компьютера не отхожу. Все новости просмотрел. И я вижу другое. Другое. Вот это придумать, что халифат и проще. Так, фашизм не прошел. Ну, урок был хороший. Коммунизм не прошел. Что думать? Они теперь думают, что? В России надо развалить это все. Главное православие делать. Что делать? Приготовить человека, который будет настраивать против православия. Ну, против его не примут. Но так, чтобы обольстеть приняли. Чтобы патриарх его полюбил. Внешность его такая была. О, нашли Дворкина. Александр Леонидович. Выучка хорошая прошла. Это лучшие учителя Запада учили его. В Израиле, в Америке. Заслали. То есть, все сектанты. Введи. Его там зарядили. Он глупый совершенно. Не профессор он никто. Хиппи. Психически больной человек. Посмотри, как он когда говорит. Он не отвечает ни за одно слово. Полная крышовка. Крышуй. Запад нигде против него не восстанет. И теперь, как? Все тоталитарная секта. Тоталитарная секта. Тоталитарная секта. И ввел. Все заразил везде. Ничего не знает. А вы сектант? А вы не сектант? Сектант. Вот люди узнали. Христа не один. Он Христа вышиб. Словом, сектант. Он вышиб. Библию. Евангелие. Церковь. Христа. Он все вышиб. Не секта. Только те, кто с ним. Легко. Сектант. Все. Ату его. Он врагами всех сделал. Ты посмотри, сейчас сколько на него роликов идет. Вот так и здесь. Это тоже было. Вот они халифа-то тут устроили. А есть люди, которые действительно воинственные. Но они сидели и до этого рассуждали. Комитет трехсот. Ну как их узнать? Террористы там здесь. А вот если бы в одно место собрать, да бомбарить, не рвать их. Ну как их соберешь? Они везде. Можно собрать. Создать идею. Идея. В голове идея. Вспомни Иуда Бен Гур. Так это, говорит, идея ее надо. Против идеи другую, Мессалы говорит. Нет другой идеи против еврейской. Она хорошая или плохая она еврейская. Она будет на первом месте. Вы вообще никто не политики. Политологи придумали, чтобы мозги заворачивать в другую сторону. И что? А вот в одно место. До этого, главное, Бен Ладена гнали, гнали. А теперь узнают СРУ был их сотрудник и прочее. Это все искусственно делается. Все эти крушения небоскребов и прочее. Собрали в одно место. Дали завоевать. Захватили Ливию. Разрушили. Что они понимают? Что они, американцы? Дураки, что ли? Умышленно идут против России. Гражданское население там воюет в Сирии. Американцы, говорят, там их бомбят. Ой, это ошиблись. Не туда нам дали. Это заранее все рассчитано. Заранее что? Видят, что Россия помогает. Их там добивают уже ИГИЛа. В днем и ночью просто крошат. Э, нет. Такая идея нет. Надо дать им подняться снова. А отсюда бегут разные варвары, там капралы. Туда, туда, туда. Это же умышленно. Что тут не видеть-то? Мне и всех, которые здесь, больше всего жалко игиловцев. Больше всего. Совершенно обманутые люди. А как вы бы их говорите? Пару слов и на костер. Я на костер, не они. А за них бы молился. Почему я писал об этом Путину и Патриарху? Чтобы дали мне зеленую дорогу туда пройти. Коридор открыли. Поблагодарили там от министерства там каких-то Востока. И все на этом. Вот как. Ты рассмотри это. Они советовались. Как сделать так, чтобы погубить их? И вот они здесь тогда думали. Какую идею? Так, в стране надревает революция. Готовятся войска. Может быть, действительно сбросим ненавистное рабство римлян. Там коммунистов, фашистов, игиловцев. Вот они о чем рассуждали. И Каяф это сказал простые слова. И в это время, теперь уже мы считаем, что сказал не от себя. Это сказал не Дворкин, не Латкин. Это сказал первосвященник. И это как пророчество теперь стало воспринимать. Так он же Каяфов. Не важно. Это сказал патриарх. Обрати на это внимание. И вот они выписали этого Дворкина и запустили его. Здесь они другое делают. Там работает печать. Девчата туда бегут. Их там в одном месте калашматят. Там удобно. Очень удобно. Самолет. А тут куда самолеты посылать? Они в одном доме, в другом, в третьем. Разлагают людей. Выбрать из студентов, из тех, которые за терроризм, туда их. А какую идею дать? Да никакую. Коран. Какая идея? Идея уже есть. И они поступают правильно по Корану. Они будут резать христиан. Так написано у них. Так это экстремистская книга. А вот тебе выкуси. А еврейская не экстремистская, Ветхий Завет. Семь народов истребить полностью. Единственное не экстремистское, Евангелие только. А если вообще брать Библию, Ветхий Завет супер экстремистская. Это говорил Бог. На том этапе как раз это и нужно было. И они собрались и совещались. Простая фраза. А я в ней размышляю целый день. Работаю, думаю, записываю. Мысли приходят. У меня одной минуты нет свободы, чтобы разум я просто блуждал где-то. Как они рассуждали? Какие доводы? Доводы такие. В стране все подготовлено. Свергнут ненавистное римское владычество. Какой у них там легион стоит? Такой-то. Кто на это дело пойдет? А вот такой-то. Пилат видел. Ты герой, ты бог. Ну, конечно, временный. Временный. Вот они это все рассчитывали. Лучше одному. Ну, надо свидетельство. Ну, он говорил храм. А говорил ли? Ну, он говорил. Ну, там что-то другое было. А кто было? Найти лжесвидетель. Ну, на Нануфе это. Нашли. Нашли два лжесвидетеля. Вот так. Ну, мы заняты. Все на этом. Выключай. Говори. Считай. Спасибо. Спасибо.